привет всем из австралии сегодня выходной день и мы приехали в один из районов города дарвин это новый новостройка так скажем район только-только строящийся и здесь вот несколько домов как display house и мы хотим посмотреть какие же дома предлагают здесь в этом районе и по какой цене что-то наподобие open house of но это display house то есть какой дом можно заказать район здесь не очень конечно мне нравится вокруг индустриальные районы расположены но думаю что когда расстроится этот новый микро райончик то будет неплохо вот так здесь по всей улочки display house расположены сейчас посмотрим какие открыты если удастся несколько посмотреть то поснимаю несколько разных домов вот такие вы вывески open for display display house это как модель обычно вот офис расположен в гараже где гараж должен быть а тут вот входная входная дверь вот это входная дверь если мы входим с улицы тут сразу же гостевая спальня такая так интересно лампа освещение расположена в углу где окно я первый раз такое вижу вообще здесь конечно точечное освещение до лампочки но вот так чтобы в углу где окно не видела раньше никогда хорошего размера кстати спальня угловое окно кондиционер над головой но немножечко к углу и здесь вход у них совмещен гардеробная совмещена с ванной комнатой и хорошо и плохо плохо потому что здесь же всегда влажность такая гардеробная хорошего такого размера раздвижные двери но я бы не стала так делать потому что влажность от душевой большая душевая для двух человек две раковины интересные такие симпатичные раковины я тебе привет молодец и туалет это мне нравится закрывающаяся дверь что редкость в астралии это хорошо я не хочу спрашивать цену потому что они сразу начнут на уши присядут тут так интересно сделано вот при входе такая типа консоль зеркало можно положить ключи телефоны нужно расчесаться поправить волосы перед выходом нормально и здесь у них такая tv-room закрывающиеся интересно можно сделать офис но у них это tv-room представлен диванчики телевизор так и мы заходим здесь полочки мы заходим в кухню такая кухня открытого плана и симпатичный а брэкфаст ног и напротив кухни лаунж зона хорошего размера квадратная небольшая не маленькая хорошего размера здесь брэкфаст ног так красиво украшено мне нравится стиль и кухня вот с этой стороны такая я думаю что там у них пентри да пентри ходящая что мне очень очень нравится все заготовочки можно сделать шкафы для хранения и всю какую-то грязную работу выполняет здесь и дверь можно закрывать то есть когда у тебя гости никакой я туда составил грязную посуду а потом уже все прибрал так потом я выйду на улицу потому что агент разговаривает с янам не буду им мешать сразу же из кухни сюда направо коридорчик я так понимаю здесь несколько спален сколько посмотрим вот одна детская спальня не очень большая маленькая но для ребенка такой зеркальный шкаф здесь лондри можно сделать вот здесь вот все выведены краны для стиральной машины и сушилки здесь один такой вот под под умывальником так шкаф сделан а с этой стороны можно уже самим будет заказывать делать шкаф и выход на улицу где можно выставить сушилку для белья или сделать навесную сушилку также кондиционеры вынесены на улицу так проходим дальше а здесь у них как интересно сделано что мне тоже нравится это туалет отдельно с умывальничком с таким вот малюсеньким с окном тоже нравится люблю в дарвине окна потому что 365 дней в году жара и можно проветривать хотя бы ночью да ванны и помещения туалетные душевая ванна симпатичная нравится и один умывальничек полотенцесушители напротив ванны а шкаф для белья тоже классно полотенец для постельного белья здесь открытые полочки для украшений так значит мы видели с вами гостевую ванну это детская это еще одна детская для красивой девочки смотрите какой стволик для нее полочки для книг и игрушек и зеркальный шкаф я так думаю мастер бедрум здесь мастер бедрум должна быть посмотрим входим а нет вот это гостевая тоже была с гардеробной и с ванной с душевой там мастер бедрум сразу входа правильно вот это вот гостевая потому что одна ванная комната и туалет для этих трех спали но и нормально достаточно неплохо мне конечно не очень нравится что мастер бедрум входа так и посмотрим выйдем сейчас на улицу и вот здесь такая аутдор кухня кухня на улице такая обеденная зона большая и и большая такая кухня с гриль с печью барбекю что тут пицца гриль я думаю что здесь холодильник холодильный шкаф нет а может просто хранение но должен быть холодильный где-то и такая значит вот просто зеленая зона лужайка вокруг не очень большая это не загородный дом это дом в черте города поэтому здесь такие небольшие участки без бассейна вот так такой первый дисплей дом если я узнаю цену я напишу второй дисплей house также вот это вот гараж вообще-то будет но сейчас здесь если здесь входная дверь без коридорчика без коридора но здесь можно поставить консоль и и сразу же обеденная зона и лаунж зона большая лаунж зона очень большая телевизор нравится очень нравится здесь такая обеденная зона рядом с кухней что мне нравится в кухне он дал мне вот эту вот бумагу но пока цену не вижу посмотрю позже нравится огромное окно видите кухне готовишь вот здесь и такая такая панорамная панорамное стекло большой большой очень стол вот этот холодильник большой можно поставить и отдельно пентри без двери но все равно как бы раковина спрятана и вот эта вся зона хранения спрятана как бы за стеной от лаунж зоны это мне нравится здесь вот у них винный холодильник строен симпатично нравится это уже тут вот окно сейчас закрыто жалюзя можно мыть посуду не говорят они здесь не знаю почему так выйдем на улицу сразу вот из кухни на прочих дверь здесь аудор обеденная зона здесь нет у них кухни но это можно самим сделать сделано вот раковина хранение но нету гриля это уже все на любителя кто купит такой дом здесь установит гриль такой же участочек такого же размера я думаю не больше не меньше все они примерно дома этого типа в черте города в районах в спальне все вот такого типа участочки так ну пойдем смотреть спальню вот здесь из кухни коридорчик откуда уже все спальни а здесь еще у них TV room отдельно вот такая вот опять же говорю TV room или офис это кому как нравится и отсюда выход на улицу дальше проходим налево налево первая ванна и туалет большие большие шкафы для полотенец и постельного белья туалет с дверью нравится ванна ванна шикарная мне нравится душ просто на пол есть вентилятор так направо лондри лондри очень симпатичная много шкафов и внизу она такая удлиненная и наверху шкафы и вот этот высокий большой для швабр для пылесоса для гладильной доски и здесь краны для стиральной сушильной машин выход на лужайку я люблю лондри 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 здесь друг напротив друга две спальни детская небольшая маленькая но детская детская как всегда зеркальные шкафы кроватка игровой уголок здесь или детская или гостевая не очень большого размера но для спальни достаточно вот так показываю вам кому нравится так серо-розовый вы знаете я не люблю серый цвет но когда он сочетается с розовым мне почему-то нравится и мастер бедрум значит в этом доме три спальни мастер бедрум мастер бедрум хорошего размера такая большая кровать окно садик и очень хорошая гардеробная большого размера и нравится наверху можно составлять и чемоданы и коробки какие-нибудь и вот такая вот мастер бедрум то есть это умывальник только почему-то один сделан умывальник если мастер бедрум лучше делать два для него и для нее туалетик и душевая вот такая вот душевая одна но здесь два как-то душа можно один моется этим а другой стоит под рейн живая ну все вот такой вот второй дисплей не знаю опять же не знаю цену третий дисплей ну я знаю абсолютно вот Яну не нравится такого вида дом снаружи с такой крышей с такими вот красными какими-то вставками посмотрим что внутри они предлагают какую планировку hello 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 thank you thank you bye 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 о прайс look прайс please please это такой вот знаете длинный и широкий как-то входишь и сразу вот здесь такая двойная дверь и здесь хороший такой кинозал потолок симпатичный сделан do you like yeah i like too интересно так сделано вот видите два ряда как кинозал очень интересный потолок все закрыто такими шторами плотными естественно все эти ставятся кресла здесь такие вот я рекламирует рекламирует и для бутылки или для стаканов место ну вот такой вот тивером прямо входа вот это уже хорошо не спальня а тивером входа вот здесь вот выставлены все их дисплей дома да но нет цен почему-то посмотрю я позже онлайн в интернете цены и вставлю вставлю здесь эти цены так и вот она мастер бедрум тоже хорошего такого размера во-первых начинается с коридорчика как бы так зона закрыта да всего здесь на этой стенке телевизор можно установить комод что угодно одна дверь это ванную комнату и вот здесь в кардеробную комнату вот неплохо неплохо вот хорошего размера я думаю что у нас даже меньше меньше во-первых у нас задвижные мне нравится больше задвижные но потому что у нас проходная а здесь если дверь есть то не нужно делать задвижные двери все открытое может быть дверь просто закрыл все так и вот это уже мне ванная больше нравится во-первых большая для спальни институт туалет два умывальника там я как всегда и вот два таких рейн шалы как бы такой рейн душ и вот с гибким шлангом на обеих сторонах нравится очень очень нравится плитка серая не нравится так так и здесь мы входим в кухню лаунж зона и обеденная зона вот ну похоже как везде что вот открытая вот эта кухня но здесь сделано стоечка повыше поставить можно барные стулья как за баром сидеть холодильник большой кухня здесь просторная очень просторная посудомоечная машина кран синг много шкафов а вот тут а вот тут а большая большая пентри используйте как хотите под пентри под кладовку огромнейшего размера пентри это то есть хранение всех продуктов но если нас например двое вот куда нам столько продуктов да как кладовку можно использовать здесь шкафы шкафов просто просто здесь мне нравится такой вот шкаф выдвижной так обеденная зона здесь большая не как вот там я вам говорила breakfast nook маленький кругленький столик здесь прямо вот такая шикарная на восемь восемь человек стол красиво и лаунч зона лаунч зона примерно одинакового размера во всех домах плюс-минус чуть-чуть и вот это вот такая вся open area открытые стеклянные стеклянная стена можно видеть outdoor обеденную зону но мы туда выйдем в последнюю очередь здесь сразу из кухни all the look big store и здесь несколько спален так мы же еще не первые два дома ему не понравились совсем а вот этот вот немного нравится он сказал здесь вот офис ну как кому как угодно офис или спальня спальня почему спальню можно использовать потому что шкаф есть для одежды поэтому это спальня вообще-то но они показывают ее как офис будем считать как первая спальня потому что был кинозал это первая спальня о, смотрите, какой огромный туалет вот это вот я считаю ни к чему это просто они теряют вот это пространство все вот видите, вот я стою около унитаза ну вот к чему вот это, для чего такая зона? ну ясно, можно сделать вот здесь вот шкафы навесные если кому-то нужно больше для хранения, да? шкафов очень большая теряется много пространства ванна это хорошо просторная видите, какая просторная ванная и душевая здесь и ванная и умывальник и много места развернуться можно нравится здесь видите, сколько много много шкафов для белья или для чего угодно глубокие, очень глубокие шкафы и вот тут две спальни две спальни а я пропустила, что ли мастер бедрум где? вы видели мастер бедрум? это не мастер бедрум? а, Тай, я же была я же показала вам мастер бедрум я же показала вам мастер бедрум ой, извиняюсь, извиняюсь так, и вот здесь вот две гостевые или детские ну все понятно, правильно поэтому они сделали там одну маленькую спальню под офис, потому что много спали вот такая вот небольшая гостевая показываю кондиционер над головой кто-то говорит, что это не очень хорошо холодно может быть, я и соглашусь я бы предпочла вот над окном вот там кондиционер, чем над головой ну кому как нравится еще одна вот такая вот вот такая вот гостевая все, значит, две гостевые или детские будем считать один офис одна большая мастер бедрум я вам показала где хорошая гардеробная и кинозал пойдемте выйдем на улицу здесь тоже такая хорошая кухонка прямо как капитальная кухня с газовыми вот этими комфорками но на улице это очень работает здесь в Дарвине потому что всегда лето всегда мы 365 дней в году вот двери вот эти раздвижные закрываем только когда включаем кондиционер в лаунч зону всю ночь, весь день у нас все открыто все открыто как на улице живешь здесь все кондиционеры выставлены ну вот видите лужайка опять точно такая же как у меня Ян говорит это квартира на земле просто что это не дом не назовешь домом это как бы квартира на земле у них прям в гараже вон те раздвижные шкафы и я узнала именно этот дом такой построить стоит 525 тысяч долларов если прям вот все как вот здесь сделано плюс земля ну вот земля здесь где-то около 300 тысяч получается где-то 800 тысяч долларов такой дом ну некоторые поменьше от 400 тысяч идет сам дом плюс около 300 тысяч долларов земля здесь так как не дом продается вот именно на земле а это дисплей дисплей ты покупаешь землю где угодно в каком угодно районе поэтому тут зависит от района можно землю купить за 200 можно купить за 400 и вот заказать у них такой дом если все-все как вот у них здесь отделка сделана она сказала 525 а вообще такой же дом ну с менее такой дорогой отделкой будет от 460 она сказала но это большой дом это большой 4 спальни плюс кинозал так что это большой здесь вот закрыт будем смотреть дальше 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 дальше